Бог хочет, чтобы человек исправлялся посредством человека. Геронда, когда я сталкиваюсь с каким-то затруднением и молюсь о том, чтобы оно разрешилось, как мне понять, в чем состоит воля Божия? Воля Божия подобным образом не отыскивается. Лучше тебе спрашивать о своем затруднении других. Не проси извещения от Бога, если ты можешь посоветоваться с человеком, ведь иначе ты можешь впасть в прелесть. Один человек, приходя в храм, становился перед иконостасом и начинал говорить. «Владычица моя, так я возьму деньги из ящика для пожертвований?» «Бери», — отвечал ему его помысл. «Хорошо, тогда я их возьму», — отвечал он своему помыслу и брал деньги. Когда это случилось несколько раз, один из членов приходского совета заметил, что из ящика для пожертвований исчезают деньги. «Что же такое творится?» — удивился он. «Неужели кто-то ворует деньги?» Он решил узнать, кто этим занимается. И что же он увидел? Вскоре пришел этот человек, и все повторилось. «Владычица моя, так я возьму деньги из ящика?» «Хорошо, тогда я их возьму». Так член приходского совета застал его на месте преступления. Всегда, когда рядом есть духовный человек, у него нужно спрашивать совет. А вот если человека, у которого можно спросить «нет», к примеру, ты находишься где-то в пустыне, однако в тебе живет жажда послушания, тогда благий Бог сам становится твоим старцем. Он просвещает и извещает тебя. Положим, ты не можешь найти человека, который способен разъяснить тебе какое-то место из священного писания. Но в этом случае тебя просвещает Бог, и ты понимаешь это место. Геронда, скажите, а как можно понять, в чем причина какого-то явления моей духовной жизни? Искушение ли это лукавого, или виновата моя собственная невнимательность? Надо пойти и спросить. Значит, человек не может этого понять сам? Даже если он что-то и понимает, уверенным быть не может. Да тут даже тот, кто имеет опыт, идет и спрашивает другого. Если вопрос касается лично меня, то я всегда спрошу кого-то. Когда речь идет о том, что касается меня лично, то мое собственное решение, каким бы премудрым оно ни казалось, я считаю величайшей глупостью. При этом я иду спрашивать не у того человека, который заранее знает, какое решение мне придется по душе, а у того, кто этого не знает. Погляди, ведь и врач, для того, чтобы быть уверенным, что он ставит правильный диагноз о тяжелом случае, советуется с другим врачом. Тем более следует советоваться какому-нибудь студенту. Насколько бы духовным ни был человек, насколько бы хорошо он не умел сам раскладывать по полочкам, касающиеся его вопросы, он не может найти внутреннего покоя, потому что Бог хочет, чтобы человек получал помощь от человека и исправлялся через человека. Благий Бог устраивает это для того, чтобы человек смирялся. Человек должен излагать свои помыслы и то, что с ним происходит, своему духовнику, советоваться с ним и не решать трудных вопросов самостоятельно. Ему также не следует самому пытаться преодолеть те трудности, которые он встречает в своей духовной борьбе. Ведь делая это, он ставит опыты на самом себе, лукавый может запутать его и создать ему новые проблемы. Некоторые люди доходят до того, что сами определяют для себя епитемии. Такие вещи очень опасны. Христианин, не имеющий духовника, с которым он мог бы советоваться, продвигаясь по своему духовному пути, и запутывается, выбивается из сил, плетется в хвосте. Достичь поставленной цели такому человеку очень непросто. Если человек сам разрешает свои проблемы, то, каким бы он ни был мудрым, он остается помраченным, поскольку ведет себя самоуверенностью и гордостью. А вот тот, кто смиряется, с доверием и самоотверженностью идет к своему духовнику и спрашивает его мнение, получает помощь. Это происходит потому, что в последнем случае Бог обязательно просвещает духовника, и духовник дает человеку правильный ответ. Да вот и в случае со мной. Я ведь кто? Крышка от консервной банки. Однако, если ко мне приходит человек с помыслом, что я святой, то я замечаю, что испытываю в себе какое-то изменение и чувствую, что говорю не от себя. Отсюда мне ясно, как дважды два-четыре, что пришедший ко мне человек пришел с благоговением, и Бог, для того, чтобы не поступить с этим человеком несправедливо, приводит меня в это доброе состояние. В подобных случаях, если тебя спрашивают о чем-то серьезном, Бог извещает тебя, и ты можешь сказать человеку о том, что случится, когда случится, и как он должен к этому отнестись. Посылайте людей к духовнику. Геронда. Часто люди, которые приходят к нам в монастырь, видят, что мы одеты в рясы, и это располагает их говорить нам о своей боли, о своих проблемах, даже исповедоваться. Как нам относиться к таким людям? Когда люди обращаются к вам с вопросами о том, что их мучает, сначала спрашивайте их, есть ли у вас духовник. И я тоже говорю тем, кто приходит ко мне в Каливу, я не духовник. Идите к своему духовнику и делайте то, что он вам скажет. Люди должны покаяться. Кроме этого, они должны иметь духовника и исповедоваться ему, чтобы дьявол был лишен тех прав, которые они сами ему над собой дали. Если монахиня один раз разделит боль какой-нибудь измученной женщиной, которая пришла в монастырь рассказать о своих проблемах и, выслушав, пошлет ее к духовнику, это мне понятно. Однако делать беседы с этой несчастной женщиной регулярными – это неправильно. Если же какую-то женщину не устраивает ее духовник, или она никогда не была на исповеди, или находится в состоянии отчаяния, то пусть монахиня, выслушав ее один раз, опять-таки пошлет ее к духовнику, а женщине скажет, что сама тоже будет за нее молиться. В обязанности монахини не входит помогать людям, постоянно выслушивая их проблемы. К тому же от такого выслушивания не получают пользы и сами люди. Ведь человеком могут происходить изменения трех видов. Он изменяется от себя самого, от других и от дьявола. И вот люди приходят сюда в монастырь, находят здесь человеческое утешение, однако, как только они уходят из монастыря, тут же возвращаются к прежней жизни. И так продолжается их старая песня. Поэтому и женщины, и мужчины должны идти к своим духовникам. Если вместо этого они рассказывают о своих проблемах монашке, это неправильно. Потому что впоследствии люди оправдывают себя. Я о себе рассказал, то есть сделал то, что нужно. То есть такие люди ложно успокаивают свой помысел и не идут к духовнику. А это уловка дьявола, чтобы люди не исповедовались. Вы должны понять, какова миссия каждой из вас, как монахини, и не стремиться заниматься ложным миссионерством. Ведь в такое миссионерство мы уклоняемся от того, что не понимаем нашей монашеской миссии. Как монахи мы обязаны молиться о людских проблемах. Однако распутывать эти проблемы мы не обязаны. А вот в круг обязанностей духовника людские проблемы входят. Более того, он несет за это ответственность. Если же люди беседуют о своих проблемах с вами, то они перекладывают эту ответственность на вас, тогда как духовник может следить за людьми с близкого расстояния и находить их проблемам разрешение. То есть с людьми нужно работать. Но эта работа не дело монахини. От нас люди могут требовать только молитвы. Если они присылают нам письмо с именами и просьбой помолиться о них, то нам надо, сколько возможно, молиться за этих людей почетком.